здравствуйте ну я я планировал это выступление как научный семинар но я вижу что здесь достаточно много студентов и чуть ли не первокурсники или нет первокурсников нет да ну молодых младших курсов я буду стараться там где-то упрощать если что непонятно просто перебивайте спрашивать я с удовольствием буду отвечать чтобы ну чтобы был смысл чтобы у нас было было взаимодействие значит я расскажу про флуктуации яркости космического рентгеновского фона эта работа которую мы вот который занимались последний год примерно и сейчас мы собираемся почти готова статья который мы должны сдать ближайшее время вот это участники этой работы это алекс колодзик он был моим аспирантом защитился сейчас он получил стипендию кавли и работает пекинском университете в институте астрофизики астрономии астрофизики пекинского университета герд хути из эстонии он тоже был у нас он был в германии постдоком а сейчас он работает в обсерватории тарту тарту университета тарту и раштальевич и не вот вот это вот изображение получено изображение всего неба полученной обсерватории рассад примерно уже сколько уже 30 лет назад и вот видно что из этой из этой карты но немножко яркость здесь цветопередачи немножко другая чем на моем экране но тем не менее видно что все небо светится в рентгеновских лучах то есть это свечение она называется космическим рентгеновским фоном рентгеновское излучение которое приходит из космоса вот если посмотреть а на самом деле вы знаете от слайд лишь но неважно вот давайте вот на этом слайде сосредоточимся вот космический рентгеновский фон существует космический рентгеновский фон да вот давайте посмотрим вот это в галактических координатах вот эта галактическая плоскость цвета здесь они кодируют жесткость излучения более красные это более мягкое излучение более синие это более жесткая но мягкое жестко это в терминах рентгеновской астрономии то есть речь идет там если выражать это скажем там ну предположим температура газа то это ну предположим там значит это 10 7 это сколько это у нас 10 то есть несколько миллионов кельвинов до десятков миллионов кельвинов температура и вот видно вот например вот вот здесь вот вот галактическая плоскость вот видно здесь темная полоска это газ нейтральный газ и пыль в нашей и молекулярный газ в нашей галактике в диске нашей галактики диски в котором мы сидим он просто затеняет космическое излучение которое приходит приходит из-за пределов нашей галактики И поэтому вот здесь вот мягкая, совсем мягкая часть излучения подавляется, и это выглядит как такое посинение, излучение выглядит более жестким. А вот эти вот полярные области, они практически не модифицируются, излучение, которое приходит, практически не модифицируется газом в нашей галактике. Поэтому, ну вот обычно, если мы говорим о внегалактической астрономии, то исследуются галактические широты выше, скажем, 20-20 градусов. Дальше, вот мы знаем теперь, ну не сразу, но теперь мы знаем, что вот это вот космическое излучение имеет две компоненты. Это компоненты, которые связаны с нашей галактикой, и внегалактические компоненты, которые приходят вне пределов нашей галактики. Вот если посмотреть на спектр, вот эта вот мягкая компонента, связанная с нашей галактикой, она имеет очень мягкий спектр. Вот она вот здесь, вот этот вот спектр, он изображен, это по данным Чандры, он изображен в приборных единицах, в единицах отсчетов. То есть это не настоящий спектр, который в фотонах вы бы нарисовали, а он модифицирован функцией спектральным откликом телескопа обсерватории Чандра. Тем не менее, значит, да, и здесь еще что сделано, здесь на самом деле убраны яркие источники. И вот видно, что вот есть мягкая компонента, она связана с галактикой, ее температура примерно 150 электрон-вольт. 150 электрон-вольт – это полтора миллиона кельвин. И примерно тепловой спектр. Мы точно не знаем, где оно именно рождается, но, по крайней мере, часть этого излучения рождается в так называемом локальном пузыре. Это некая область размером порядка 100 парсек, которая просто надута некоторым количеством сверхновых, которые взорвались уже достаточно давно в солнечной окрестности. Плюс есть мягкое излучение из более дальних частей галактики, приходящие к нам. А вот эта вот жесткая компонента, вот видно, вот эта энергия, это 0,5 кВ, 1 кВ, 10 кВ, вот эта более жесткая компонента, она вне галактическая. Ну и про нее я буду сейчас на следующих слайдах рассказывать. Она имеет жесткий спектр, который характеризуется фотонным индексом, для степенного закона, фотонным индексом, ну, примерно 1,7. Вот вне галактической компонента, то есть одна из, то есть вы, наверное, знаете, что одна из Нобелевских премий по физике не так давно была, уже достаточно давно, на самом деле, получил Рикардо Джакони. И в частности, там один из результатов был, это открытие космического рентгеновского фона. Вот сейчас мы знаем, то есть было много, когда этот фон открыли в начале 60-х, было много теорий о его происхождении, то есть говорили, что это синхротронное излучение электронов в магнитных полях, там были другие модели. Но сейчас мы знаем, что вот если вот, давайте вот на этот слайд посмотрим, вот эта вот картинка, это вот, давайте вот я перескочу. Вот видите, здесь вот то, что вы видите на картинке спутника, на изображении спутника Росад, это как будто сплошное такое диффузное, неразрешенное излучение. Но вот площадка, спутник Чандра, он выбрал площадку маленькую, несколько десятков угловых минут, и в нее смотрел 4 миллиона секунд. 4 миллиона секунд, это примерно, это почти два месяца календарного времени. И вот он разрешил вот это вот то, что казалось такое диффузное свечение, оно стало распадаться вот на отдельные источники. И вот что эти наблюдения показали, что примерно три четверти, как минимум три четверти, это то, насколько позволила пойти чувствительность спутника Чандра, как минимум три четверти этого фона, оно состоит из точных источников. То есть они просто сливались на изображение спутника Росад, потому что у него была хуже чувствительность и хуже угловое разрешение. И когда стали эти отдельные источники исследовать, то обнаружили, что большинство из них это активные ядра галактики. То есть это сверхмассивная черная дыра, которая сидит в центре галактики и аккрецирует там газ, который есть. Это явление называется ядро активной галактики или активное ядро галактики. Но тем не менее, даже вот на этой картинке, она кажется, там вот пространство между точками черное, оно не очень черное. Там просто есть еще такое диффузное свечение, квазидиффузное, возможно, которое эти наблюдения разрешить не позволили. То есть, возможно, оно, если смотреть еще дольше, еще глубже, тоже распадется на отдельные точечные, такие компактные источники. Они, конечно, не точечные. Размер там активного ядра галактики – это сотни парсек и больше. Но для нас они выглядят как точечные. То, что там остается еще неразрешенным, либо тоже распадется на такие точечные источники, а липа будет диффузным, истинным диффузным излучением. Этого не знаем, этим мы пытаемся заниматься и пытаемся это понять. Это тоже была одна из мотиваций наших работ. Ну и также здесь есть в основном вот это вот активные ядра галактик, но небольшой вклад на уровне процентов вносят галактики, и на уровне 10 примерно процентов группы и скопления галактик. Вот теперь возвращаемся сюда. Вот это вот, это так называемые логен, логес. Это кривая подсчетов источников на языке рентгеновской астрономии. Вот что здесь показано? Здесь показан вот это отложен поток в физических единицах, r в секунду на сантиметр квадратный. Если посмотрите на числа, они очень маленькие. А здесь отложено число источников с потоком ярче этого. И вот черными точками показано это измерение, это как раз вот из тех самых наблюдений. Вот черными точками показано просто, как ведет себя полное число источников. И вот это наблюдение достигло рекордных чувствительностей ниже, чем здесь минус 17. Это, ну, это рекордное, то, что это самое лучшее, что мы, чего до сих пор было достигнуто. А дальше, когда люди стали исследовать, вот те, кто этим занимался, стали исследовать природу этих источников, они распались, вот это вот активные ядра галактик, вот как я говорил, они там большую часть, то есть на ярких потоках, это вообще практически все источники активной ядра галактик, на слабых потоках, ну вот видите, их меньше, чем всего источников. Дальше есть вклад от нормальных галактик. Это нормальные галактики, это значит, что это галактика, в которой может быть даже сверхмассивная черная дыра есть, но она не аккрецирует вещество активно, то есть она не яркая, поэтому это более слабые источники, они светят в основном за счет обычных черных дыр, которые образуются в процессе звездообразования. Вот, и вот их вот это вот, их кривая подсчета, ну и вот видно, например, что вот на потоке 10 минус 17, их примерно 10 тысяч на квадратный градус. А вот, ну и их как раз вот число сравнивается с числом активных ядер галактик. Есть звезды, ну и здесь они вот это не отличали, в этой работе не было сделано, есть еще группы ископления галактик, которые, ну примерно на уровне там 5 или 10%, то есть они вот где-то вот здесь вот тоже будут. Они будут важны для моего дальнейшего выступления. Ну и, то есть, как вот эти наблюдения показали, что там 3 четверти может быть больше рентгеновского фона, связаны с активными ядрами галактик. А что такое? Они светят за счет аккреции на сверхмассивные черные дыры. Ну вот это как примерно один из вариантов, одна из моделей, как это может выглядеть. Такой тор, молекулярный тор, там размером несколько килопарсек. И из него вещество, оно аккрецирует на черную дыру, которая находится здесь и происходит, и там создается весь этот набор явлений, которые в активных ядрах галактик наблюдаются. Эмиссионные линии, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение и так далее. И вот эти вот черные дыры, которые здесь, их массы, там до 10-9 масс Солнца, ну и можно сказать, это звучит достаточно красиво, но в том числе в то же время это и правильно, что примерно больше 70% космического рентгеновского фона это излучение от растущих сверхмассивных черных дыр. И мы знаем, что они в среднем расположены на красных смещениях Z, там порядка 1-2-3. То есть это излучение было на самом деле произведено в то время, когда Вселенная была в несколько раз моложе, чем сейчас, несколько миллиардов лет. Но тем не менее, это только 70%, ну или может быть больше, есть еще 30%, которые тоже интересно, из чего оно состоит. Вот то, что я рассказывал, это люди пытались понять природу рентгеновского фона с момента его открытия. Но скачок, действительно скачок вперед, произошел с запуском спутника Чандра. То есть, ну я должен здесь еще упомянуть спутник XMM Ньютон, то есть примерно в одно время, в конце 90-х, были запущены два великих спутника, две великие обсерватории. На самом деле они великие, и они действительно обсерватории, в том смысле, что любой, в том числе, вот любой из здесь сидящих людей, может подать туда заявку на наблюдение. Они открыты для всего мира. Но нужно подать заявку, там конкуренция достаточно большая, нужно подать заявку, которая убедит программный комитет, что действительно имеет смысл время этой обсерватории потратить на то, чтобы провести эти наблюдения. Причем это не только время, но это еще и деньги. То есть те, кто получил, но это, правда, только для американцев, действительно. НАСА финансирует людей, которые получили, чьи заявки были одобрены, которые получили наблюдение. И в начале миссии, вот в начале 2000-х годов, одна секунда стоила доллар. То есть вы получили наблюдение, там, 50 килосекунд, человек получал 50, ну, примерно 50 тысяч долларов на то, чтобы взять, например, на работу студента, или аспирант, ну, студента-аспиранта, или молодого постдока, или, ну, молодого постдока, и чтобы обеспечить обработку этих данных. Ну, это так, я к слову пришлось. И вот те результаты, которые я рассказывал, вот эти вот 75 или 80 процентов фона разрешить, это было бы невозможно без спутника Чандра, благодаря, и основным здесь является это потрясающее угловое разрешение, порядка угловой секунды, даже, ну, даже лучше, полсекунды. Это сравнимо, это впервые рентгеновская астрономия сравнялась с оптической астрономией в смысле углового разрешения. Ну, вот показать важность углового разрешения, да, а вот это XMM-Newton, это европейская обсерватория, запущенная европейским космическим агентством, у нее хуже угловое разрешение, как вы сейчас увидите, но у нее заметно больше площадь эффективная, то есть она предназначена для другого типа задач. Ну, вот, насколько важно угловое разрешение, это центральная часть галактики М31, туманность Андромеды, в рентгеновском диапазоне, ну, вот видно, это газ, а это вот нейтронные звезды, черные дыры в этой галактике, такие же, как в нашей галактике. Вот это изображение получено Чандрой, а это изображение получит обсерватория XMM, то есть точно тот же самый участок неба. Ну, и видите, как вы сразу, вы гораздо больше, то есть вы, если вы хотите посчитать источники и, скажем, убрать излучение тех источников, которые вы увидели, здесь вы, конечно, это сделаете гораздо хуже, чем здесь. И то, что я буду рассказывать, оно основано на результатах обсерватории Чандры. Ну, просто, чтобы отвлечься, мне очень нравится эта картинка, это наша в свое время, еще там больше, ну, почти 10 лет назад, была заявка на 800 килосекунд, тоже почти миллион секунд наблюдений, а миллион секунд, это примерно 15 дней календарных, обсерватория наблюдала вот этот объект, то есть каждый день, каждый час. Ну, и вот эта вот галактика, галактика Центавр-А, радиогалактика, вот видно, значит, вот это вот пылевые полосы, опять, видите, и здесь тоже, здесь декодированный цвет, это жесткость. Там, где более синие, излучение более жесткое. А оно вот здесь вот кажется более жестким, потому что мягкая часть излучения отрезана просто поглощением на пыли и на газе. Вот видно вот эти вот пылевые полосы, вот здесь вот черная дыра, вот этот джет, эти точечки, это нейтронные звезды и черные дыры в этой галактике, вот джет, обратный джет, он не виден, из-за эффектов специальной теории относительности, из-за эффекта аберрации, эффекта Доплера. Но видно вот здесь вот, вот это вот такая острая, вот эта вот граница, это то место, где джет взаимодействует с межзвездной средой. Поэтому вот, поэтому, по этой границе, мы знаем, что второй джет тоже есть. Ну и как бы закон сохранения момента здесь выполняется. Мы знаем, что вещество во Вселенной, оно распределено неоднородно. Есть то, что называется крупномасштабной структурой. Вот это результат расчета, выполненных уже там больше 10 лет назад Фолькером Шпрингелем. Вот это вот то, что называется космическая паутина. Это то, как вот, ну это на красном смещении, там, я думаю, порядка единиц такой срез сделан Вселенной. Вот как вот распределенное вещество во Вселенной. И вот в этих вот, ну вот это вот филаменты, в которых скорее такой разреженный газ, а вот в узлах таких, вот там располагаются галактики, из группы галактик, из скопления галактик. Тем более массивный узел, это распределение темной материи. Тем более массивный узел и тем больше там газа, звезд и более яркий, оптически яркий объект там расположен. Ну, известно, я не буду вдаваться в эти, в теории крупномасштабной структуры. Вот дальше, если посмотрите, то есть вот это все изображение, как бы оно флуктуирует. И амплитуда флуктуации зависит от того, от массы объектов, которые вы рассматриваете. Если вы возьмете очень массивный объект, у них амплитуда флуктуации будет выше. Если вы возьмете менее массивный объект, у них амплитуда флуктуации, которую вы по изображению посчитаете, будет ниже. Принято это характеризовать, ну, можно как? Можно пытаться смотреть на изображение просто само по себе, но обычно у вас там есть статистический шум, и вы, как правило, вот вы, конечно, ни на каком изображении, вы такую вещь, ну, почти ни на каком, вы ее не увидите. Ну, это не совсем точное утверждение, но давайте в рентгеновском диапазоне точно не увидите. Можно делать это в статистическом смысле, то есть считать, например, получать спектр мощности. И вот это, на самом деле, это основной метод исследования крупномасштабной структуры вот в рентгеновском диапазоне. Спектр мощности или там кросс-спектр. И он несет, вот спектр мощности, несет информацию о том, как распределено вещество во Вселенной. Вот давайте вот посмотрим. Вот здесь изображен спектр мощности, он посчитан теоретически, там, используя нашу модель. Но он правильный, хоть он и теоретически посчитанный. Вот здесь вот разные, ну, здесь это на самом деле разложение по сферическим гармоникам, но это не важно, это почти то же самое, что спектр преобразования Фурье, но просто на сфере. Это в данном случае это неважно. И вот перевод из L, ну, как это, главное квантовое число, в угловые единицы, вот он такой. То есть вот это соответствует примерно 20 градусам, это примерно 1 градусу, ну и так далее. Вот. И это вот, вот рассмотрим, скажем, вещество, расположенное на красном смещении единичка. Вот это вот, ну, здесь плохо видно, здесь что-то порядка 500 мегапарсек, вот этот вот линейный масштаб. Вот он соответствует, расположен на таком красном смещении, будет соответствовать вот таким угловым масштабам. То есть примерно 20 градусов. Вот здесь вот на этих масштабах, вот на этих, видите, то есть мелкие такие, мелкий ряд, но она между собой не скоррелирована. То есть то, что происходит вот здесь, не знает о том, что происходит здесь. Ну и как бы они независимые. И поэтому вот спектр мощности здесь, он плоский. Это особенность спектра мощности не скоррелированных событий. Если вы пойдете на короткие масштабы, на маленькие угловые масштабы, они соответствуют вот размерам отдельных узлов, отдельных структур. То есть это скопление галактик, группы галактик, и филаменты, которые вокруг них. И вот здесь вот спектр мощности падает, потому что, ну, любой естественный процесс вам дает мощность, спадающую к высоким частотам. Но то, как он это делает, в этом содержится информация, такая в среднестатистическом смысле, информация о том, вот как устроена космическая паутина, скажем, вокруг, вблизи скоплений галактик, или групп галактик. Ну и, соответственно, на промежуточных масштабах здесь тоже, здесь у вас начинается корреляция между соседними точками, расположенными на этих масштабах. Поэтому вот такой вот спектр мощности, он несет массивную информацию, которую вот так просто, глядя на рентгеновское изображение, вы получить не можете. Потому что у вас просто, ну, в любой реальной ситуации, у вас не хватает фотонов, у вас шума гораздо больше, чем шум гораздо сильнее, чем сигнал. Ну и вот тоже пример. Это конкретно расчет для обзора неба обсерватории спектр рентген гамма. Ну вот просто видно, что вот на разных красных смещениях объекты расположенные, они вот дают разные спектры мощности. И, ну, это примерно понятно, чем, значит, вот этот вот слом, он происходит в том месте, где, когда у вас угловой масштаб, соответствует вот примерно размерам таких вот ячеек. Вот, и вот на разных красных смещениях этот такой переход от плоского спектра к спадающему, он происходит на разных угловых масштабах. Ну, давайте я это пропущу. На самом деле источник ошибок в спектре мощности особо нам не понадобится. Теперь, собственно, что мы сделали, что мы хотели сделать. Нашей целью вот есть, есть такое поле, оно называется X-Bootis. Это поле, которое наблюдалось Чандры, на которое потратили несколько миллионов секунд. Оно, размер его 9 квадратных градусов, то есть это 3 на 3 градуса. Это 126 наблюдений. Чтобы вот его так равномерно покрыть, наблюдения с перекрытиями, вот, ну вот вы видите, вот, например, вот несколько, вот каждый такой квадратик, это одно поле зрения. Вот несколько квадратиков есть, более темные, там просто были солнечные вспышки или какие-то явления на Солнце, более высокий фон. Ну, на самом деле, их уже приходилось выбрасывать, они не очень хорошие. Дальше вы видите вот эти вот черные точки. Это источники, которые разрешаются в этой карте. Вот это вот эти источники, это активные ядра галактик или скопления галактик на каких-то расстояниях расположены. Ну, мы видим здесь более только самые яркие, но всего на этом изображении 3 тысячи, 3 с половиной, почти тысячи источников, из которых большинство это активные ядра галактик, 43 скопления галактик, скопления группы галактик, и вот в этих источниках в них содержится половина всего потока, который приходит из этой области. Ну, на языке вот нашем, это рентгеновская астрономия, это означает, что примерно половина, 50% космического рентгеновского фона разрешено. Ну, это немножко еще подробно показано. Это эффективная площадь обзора как функция от потока. Ну, в принципе, она вам, наверное, не очень интересна, хотя в ней масса полезной информации содержится, если вы хотите с этими данными работать. Ну, вот здесь минус 14, это поток, который я сказал, что это примерная чувствительность. И вот видите, что и вот площадь 9 квадратных градусов. Вот из этой кривой видно, скажем, что на чувствительность, скажем, вот сколько это, 2, 3, 4, 5 на 10 минус 15, она достигается только на 5,5 квадратных градусов. Это достаточно распространенная форма представления чувствительности обзора. Вот теперь что мы сделали? Мы взяли это поле. Ну, известные источники известны, с ними уже люди много вещей делали, там пытались функции светимость строить и так далее. Мы взяли их и все выкинули. Ну, просто исключили эти области на изображение и рассмотрение. И вот посмотрели на спектр того, что осталось для начала. Вот он здесь нарисован, ну, нарисован в линейном масштабе, так нам в тот момент было удобнее. Вот это вот черные крестики, это полный спектр. Вот эти линии колоссальные, это инструментальные линии. Здесь, на самом деле, когда мы занимаемся такими исследованиями, важный фактор, который портит жизнь сильно, это инструментальный фон. И вот инструментальный фон, вот он здесь, вот сиреневой линии показан. Видно, что на энергиях, там, скажем, выше 3 кеф, он практически все отсчеты, это не отсчеты, на самом деле, а это заряженные частицы, которые на детекторе производят сигнал, который похож на фотоны, и которые отличить от фотонов нельзя. Те, которые можно, их было еще больше, те, которые можно было отличить их уже отсеяли. А вот на энергиях ниже примерно 2 кеф, опять, ну, есть пара инструментальных линий, но есть совершенно четкий сигнал, который не инструментальный, который пришел из космоса и который не связан с этими яркими разрешенными источниками. Этот сигнал мы можем, ну, мы знаем, из чего он состоит, можем аппроксимировать модели, вот это вот желтый, или, как это, темно-желтым цветом, это вклад галактики, мягкий, 150 электрон-вольт, а вот это вот вклад активных ядер галактик, галактик, групп галактик и так далее. И вот видно, вот отсюда видно соотношение отчетов. Теперь дальше, если мы посмотрим на полный поток, все это делается в диапазоне ниже 2 кеф, потому что выше 2 кеф сигнал слишком слабый, там надо более тщательно работать систематикой, это то, чем мы сейчас занимаемся. Вот если смотреть вот на эту колонку, значит, активные ядры галактик, это теперь, это вот эти оставшиеся 50%, верхние 50% мы знаем, из чего они состоят. Вот из этого спектрального анализа оставшиеся 50% на треть состоят из активных ядер галактик, еще на треть это обычные галактики, звездообразующие, в которых массивные рентгеновские двойные светят, и примерно 15% это скопление галактик. Ну, это мы посчитали, как бы вот, как вот взяли самое лучшее, что есть, посчитали. Сложили, получилось 77%. 23% остались неучтенные. Ну, большой трагедии здесь нет, это может быть и свидетельством того, что есть еще какой-то неведомый нам источник фотонов космических, опять-таки, синхотронное излучение, все что угодно может быть. Либо другое объяснение, более прозаическое, то, что, ну, этот расчет, он не вполне точен, поскольку он сделан на основе экстраполяции померенных вот этих вот функций подсчетов источников. Что, ну, дело экстраполировать, и экстраполяция, это там на пару порядков по потоку делает это не очень надежно. Но, тем не менее, вот мы примерно представляем, из чего сделан состоит наш неразрешенный фон. Дальше, если мы посмотрим, мы можем опять-таки посчитать, вот в этом неразрешенном фоне, как, например, активные ядра галактики, как они распределены по красному смещению. Вот мы видим, что их медиана на красном смещении единичка. То есть это, ну, относительно не очень далекие объекты. То есть это не 5, но на 5 тоже есть, но в основном они вот в среднем на красном смещении единичка. И светимость 42,5 в логарифме r в секунду. Ну, я могу сказать, что типичный Эджен это светимость 10,44. Это не совсем правильно. Типичный в том смысле, что вот светимость, яркость рентгеновского фона космическая, которую мы наблюдаем, она создается в основном объектами светимостью порядка 10,44. Ну, вот оно, так оно и есть. Они вот как раз в основном были убраны объекты 10,44, а сейчас мы видим медианную светимость 3 на 10,42 примерно. Ну, не видим, а это вот те объекты, которые мы не можем разрешить. То же самое можно сделать для скопления галактик. Они ближе, потому что они слабее, где-то на красном смещении 0,5. Не потому что они слабее, а потому что у них распределение по красному смещению немножко другое. На красном смещении 0,5 и тоже медианная светимость примерно 42,5 в логарифме. Это, на самом деле, отсюда мы уже можем извлечь, получить еще некую информацию. Мы знаем, что скопление галактик вот с такой светимостью это уже очень маленькое скопление галактик. Это даже, скорее, группа галактик, которая сидит в гало темной материи массой примерно 10 в степени 13,5. Большие скопления галактик это 10-15 масс Солнца, а эти вот примерно несколько на 10-13 масс Солнца. То есть это довольно маленькие объекты. И еще мы знаем, просто по наблюдениям таких групп, есть связь между массой гало темной материи и температурой газа. И вот мы знаем, что вот эти объекты, у них температура газа, видимо, где-то порядка полутора-двух КФ, то есть они еще и не очень горячие. Но вот здесь вот, вот это, кстати, Алекс Колодзик. И вот пара слайдов по поводу, как этот анализ делался. Я просто взял у него, то есть это исходное изображение, значит, вот оно в отсчетах, это карта экспозиции, делится на карту экспозицию, чтобы перевести отчеты в поток, отчеты в секунду. Затем вот эта вот маска, убираются источники, это реальная маска, которая в одном из наблюдений была, чтобы исключить из рассмотрения точные источники. Вот. И дальше получается изображение, которое отмаскировано, убраны эти яркие объекты, после чего это изображение, двумерное преобразование Фурье делается, считается амплитуда, возводится в квадрат, и затем, ну, это двумерное Фурье преобразование, затем из этого получается одномерный спектр, который суммированием по кольцам в Фурье пространстве. Ну, так, чтобы вам просто немножко показать смысл, показать, в чем заключалась суть работы с данными здесь. Вот, когда мы все это сделали, мы получили вот такой вот спектр мощности. Вот он здесь показан, это угловые частоты в обратных угловых секундах, а это масштаб, ну, в градусах. Вот это вот один градус, напоминаю, это 3 на 3 квадратных градуса поля, ну, и вот, вот примерно до 1-2 градусов мы спектр мощности можем построить. Вот так он вот выглядит. Значит, первая вот компонента, которая здесь есть, это поассоновский шум неразрешенных источников. Вот он здесь показан зеленой кривой. Вот сейчас я расскажу, что это такое. И дальше здесь оно загибается из-за того, что есть функция отклика на точный источник, она имеет конечный размер, порядка там, ну, ядро у нее полсекунды-секунды, а дальше есть крылья, которые это все сглаживают, и поэтому у вас любой сигнал, который даже имел бы плоский спектр, он будет заваливаться, потому что вот из-за сглаживания, фактически сглаживается истинное изображение, сглаживается с функцией отклика на точный источник. Вот поассоновский шум от неразрешенных источников, он связан, вот если вы возьмете и просто случайно раскидаете точки, можете сделать эксперимент там в любой программе, которая рисующая, просто случайно выбирая координаты раскидаете точки, там, сколько-то, 100, скажем, точек, и возьмете кружок фиксированного размера, вот его в случайное место расположите, у вас на него попадет, скажем, 8 точек. В другом месте расположите, там будет 12 точек, в третьем месте будет 5. Это вот как раз это вот случайные флуктуации числа источников в любом заданном телесном угле или кружке любого размера. И вот это вот, это как раз это поассоновский шум, его еще называют дробовой шум в этом контексте, и спектр мощности из-за этого шума имеет форму плоскую, то есть он не зависит от частоты. Он полностью аналогичен поассоновскому шуму от фотонов, то есть это есть еще один источник шума, который мы еще давно в самом начале вычли, то же то, что у вас, даже если бы у вас не было дробового шума, поскольку фотоны, вот если у вас есть какое-то изображение, которое светится, излучает фотоны, но они тоже подчиняются поассоновской статистике. Поэтому то, что регистрирует детектор, даже если исходное изображение было совершенно однородное, оно будет, вот число фотонов будет флуктурировать в каждом квадратном, в 10 квадратных угловых секундах, например. И этот спектр должен быть плоский, а амплитуда определяется просто плотностью источников поверхностной и их распределением по потоку. Ну, не буду вдаваться, это известная достаточно формула. Он на самом деле не вполне бесполезен, и на заре, да и не только на заре, это еще там 15 лет назад, его использовали для того, чтобы узнать еще немножко про те источники, которые инструмент не смог разрешить. То есть у вас вот есть вот у какого-то телескопа, есть предел детектирования по потоку, эти источники, которые ярче, вы их увидели, увидели на небе. А дальше вот осталось то, что неразрешенное. Вот считали дисперсию и сравнивали с дисперсией, которая должна была бы быть исходя из статистики фотонов. Она оказывалась больше, и потому, насколько она была больше, можно было сказать, вот если вы помните вот эту формулу, она зависит от плотности и наклона функции лог-н-лог-эс. Вот используя это, получали ограничения на плотность источников, которых неразрешенных, которые сливаются. И вот это вот просто показано из одной из работ, ну вот здесь вот авторы указаны, вот как люди двигались. То есть, скажем, были какие-то наблюдения, у которых предел по потоку был здесь. Вот измерили досюда, а дальше сделали анализ флуктуации и сказали, ага, вот это то же самое, это лог-н-лог-эс, то, что называется лог-н-лог-эс, кривая, это поток, а это число источников ярче этого потока. И вот досюда, скажем, они померили точно, а дальше из анализа флуктуации сказали, ага, вот она вот до этого потока, почти на порядок по потоку, даже больше, вот она где-то внутри вот этой области, мегагранника лежит. Дальше сделали следующее наблюдение, пошли глубже, вот это уже более глубокие наблюдения, там другим, это первое было рассад, это уже чандра, были 200 килосекунд наблюдения, вот они вот докуда-то дошли до какой-то точки, подтвердили то, что было сделано по рассаду, а дальше сами сделали то же самое, сказали, дальше тоже вот где-то вот в этой области эта кривая должна находиться. После чего сделали более глубокие наблюдения чандры, это еще на заре чандры, одна мегасекунда, миллион секунд, ну здесь точек почему-то нету, ну тоже подтвердили то, что было, и сделали свое предсказание. Вот так вот этим пользовались, и на самом деле сейчас пользуются. Но мы пытаемся пойти дальше, то есть, да, и происходило это потому, что они на самом деле этот сигнал, они не мерили, они вот где-то вот здесь вот были, ну и видели, что у них есть какое-то превышение над там пуассоновским шумом, который они ожидают. Дальше, вот теперь то, что вот сглаживание за счет ПСФ, вот здесь вот это результат симуляции, ну Монте-Карло, когда есть модель телескопа чандры, когда вы просто запускаете фотоны там под определенным углом, и она вам говорит, какая функция от какого-то точечный источник. Вот они вот для разных углов азимутальных и вот таких вот показано. Ну и видите, как она чем дальше от оси телескопа, тем функция от какого-то становится все хуже и хуже, она вот так вот вытягивается в этом направлении и вообще становится больше. Вот, и это все можно включить в некую модель и построить модель того, как сглаживание ПСФ работает. Вот она вот здесь вот построена, и если вы посмотрите на этот рисунок, это значит вот этот вот дробовой шум или пуассоновский шум, посчитанный вот по этой формуле и умноженный на ту самую модель сглаживания ПСФ, видно, что замечательное согласие с данными. Теперь мы эту величину, это на самом деле мусор для нас, это нам неинтересно, это можно вычесть. Вот когда мы это сделаем, мы получили вот такой вот замечательный спектр мощности. Это на самом деле он был получен впервые, и он показывает, что есть сигнал, корреляция, то есть это вот то, что вот мы на этой 9-градусной картинке видим, вот там какие-то вариации яркости, это не только шум, но там есть действительно вариации яркости, которые связаны с вариациями вот излучения, приходящего из разных мест на этом изображении. Теперь можно попытаться, вы помните, я говорил, что есть крупномасштабная структура Вселенной, и можно при помощи таких спектров мощности изучать распределение вещества во Вселенной, того вещества, которое светит в рентгене. Ну, а значительная часть вещества в рентгене так или иначе светит. Вот. Ну, первое, что можно сделать, это можно просто вот степенной закон, тоже учесть сглаживание ПСФ, вот такой вот, но с наклоном 0,8, в принципе, ни о чем особо не говорит. Наш самый главный вопрос, какая природа этих флуктуаций, чем они создаются? Тем, что вот активные ядра галактик неоднородно распределены, еще что-то, или еще что-то, о чем мы вообще не можем подумать. Тогда мы сделали такой эксперимент. Мы сказали, что вот мы, это флуктуация в изображении, с которой убраны все яркие источники. Если они связаны с одним из известных типов ярких источников, если мы их назад вернем, то они станут только сильнее. Есть у нас два типа источников, это активные ядра галактик и скопление галактик. Вот мы вернули назад активные ядра галактик, вот сюда посмотрите, сигнал не изменился. Естественно, там мы вычли опять дробовой шум, там и так далее, но сигнал не изменился. То есть то, что мы видим, оно с активными ядрами галактик связано быть не может. Сделали то же самое для скопления галактик. Вернули, и по мере того, как мы их возвращали, там сначала там, половину, потом все. Вот этот сигнал, который мы детектируем, рос. Отсюда мы сделали вывод, что основная часть того сигнала, который мы наблюдаем, связана со скоплениями галактик и группами галактик. Ну, тоже, если вы помните, вот в неразрешенной части фона, там на самом деле, то, что осталось, все большие, они уже были убраны, остались маленькие группы галактик, там массой 10-13, 10-14 масс Солнца. Они не маленькие, они, в принципе, достаточно большие. Это также подтверждается анализом, спектральным анализом, спектром флуктуации, энергетическим спектром флуктуации. То есть, мы не буду вдаваться в детали, как мы это сделали, мы построили спектр, вот он здесь вот крестиками черными показан, и сравнили просто с тем спектром, который мы ожидаем от активных ядер, и от скоплений галактик. Вот это вот сравнение с активными ядрами, смотрите на синюю линию, ну, нет, он более жесткий спектр. А вот эта вот красная линия, это скопление галактик, группы галактик, с температурой средней, которую мы ожидаем, и красным смещением, на котором мы их ожидаем. И получается вполне хорошее согласие. Ну, здесь, опять-таки, не вдаваясь в детали, также мы можем проверить, что вклад в флуктуации вот просто галактического фона, я говорил вначале, есть галактический, есть негалактический, галактический имеет очень мягкий спектр, вклад в флуктуации галактического фона, он мал. Поэтому мы просто это еще раз в этом проверили, убедились. Можно также что сделать? Есть теории крупномасштабной структуры. Можно сравнить то, что мы получили с моделями, что предсказывают модели крупномасштабной структуры. Для активных ядер галактик Вот это предсказание, вот наблюдение. Как мы уже показали, что это не могут быть активные ядра галактик, это подтверждают наши нынешние знания того, как ядра галактик кучкуются. Можно сравнить с тем, что ожидается от скоплений. Вот это опять-таки то, что мы наблюдаем. Это две разные модели для скоплений. То, что ожидается от скоплений галактик. Во-первых, видно, что разные модели отличаются. И, во-вторых, видно, что ни одна из них, ну вот красная может быть достаточно близка к точкам, но тоже не полностью описывает. Ну, здесь мы махнули рукой и решили, что мы сделаем свою модель. И вот сейчас мы этим занимаемся с Гертом Хуцци. Ну, вот, в общем, вот. То есть мы показали, ну, сейчас я еще пару слайдов покажу, но, в принципе, я приближаюсь более-менее к концу доклада. Вот мы показали, что есть сигнал, вот в флуктуациях космического фона, есть сигнал, превышающий над пуассоновским шумом. Сигнал абсолютно статистически значимый, с некоторым спектром мощности, из которого можно пытаться извлекать какую-то информацию. Он не описывается никакими существующими моделями, ни для активных ядер галактик, ни для скоплений групп галактик. По, значит, тем вот свидетельствам, которые я говорил, он производится группами галактик и скоплениями галактик. Ну, и еще несколько соображений, что, вот, теоретически, потенциально мы из этого сигнала можем получить, что мы можем узнать новое. Вот это вот спектр мощности разрешенных скоплений галактик, тех, которые мы уже детектировали. Вот видно, что у него есть вот такое вот уплощение. На самом деле это очень важный факт, потому что, если вы возьмете, вот, например, ну, скопление галактик, распиление газа описывается так называемой бета-моделью. Ну, это, грубо говоря, единица поделить на единицу плюс R квадрат, поверхностная плотность газа. Если сказать, что эта модель идет до бесконечности, то у вас спектр мощности такого распиления будет вот такой функцией. Вот она вот здесь вот показана. И она никогда у вас плоской не станет. Ну, я это рассуждаю на таком простом бытовом языке, но это можно все просто аппроксимациями показать. Для того, чтобы она стала плоской, вам нужно бета-модель обрубить, что-то с ней сделать на каком-то большом радиусе. Вот это значит, что вот это вот такое поведение, оно на самом деле характеризует поведение вещества на достаточно больших радиусах, там, где вот уже скопление галактик, собственно, заканчивается. И вот это вот, если посмотреть вот здесь, вот само скопление галактик здесь, а вот то, что мы меряем, это вот поведение вот этих вот филаментов, того, что вот, то есть вот есть у скопления галактики центральная вереализованная часть, которая достаточно простая, описывается бета-моделью, а есть внешние части, где оно не вереализовано. И вот то, что мы меряем здесь, оно как раз в нем содержится информация вот об этих внешних частях. Она, конечно, в статистически усредненном виде, то есть это не одно, не один объект, а это усреднение большого числа объектов. Но чтобы это пронаблюдать у одного объекта, это практически невозможно. Для этого нужны многомиллионные программы Чандры, это сделано буквально там для пары объектов, чтобы выйти за так называемый вериальный радиус. А здесь мы это можем делать, в принципе, достаточно легко. Ну и, наконец, заключение. То есть вот мы видим такой спектр мощности. Типичные красные смещения 0,2, там взвешенные по потоку. Типичный этот спектр мощности характеризует вот такие объекты с массой примерно 10 на 13, 10-13, 10-14 масс Солнца. И вот на таких красных смещениях вот эти вот угловые размеры порядка 1,1 градуса градуса соответствуют там примерно от 1 до 10 мегапарсек. То есть это вот то, вот в этом спектре мощности содержится информация о состоянии газа и о состоянии вещества вот на этих радиусах, которые на данный момент никакими другими способами измеряться не могут. И вот это то, чем мы собираемся продолжать заниматься и пытаясь понять теоретически, что это такое. Спасибо. Спасибо. У нас есть время для вопросов, для обсуждения, поскольку у нашей темы, вот вообще то, что вы сегодня рассказаны, это на самом деле еще не опубликовано. Мы сейчас сегодня снимаем на задании. Ну вот, ничего страшного. То есть я уже рассказывал, что мы уже несколько раз про это выступали. У нас в нашей полиции студентов третьего пульса в прошлом году было счастье выслушать это вообще в оригинале, в ноябре месяц, когда это впервые было университет, и в институте им было рассказано. Вот, пожалуйста, вопросы нами получите. Можно показать, по-моему, второй слайд, где наблюдаемый спектр? Ладно. Угу. Да, вот это, вот это, да. У меня три вопроса. Первый вопрос. На основании чего выделяется галактическая составляющая? Да? Это первый вопрос. Второй вопрос. Чему нельзя рассматривать как единую кривую, приближающую? Ну, понятно, да? Второй вопрос. Вы хорошо рассказали, каким объектом определяется космический фон, каким объектом определяется вот этот пик слева, да, наших галактических. И третий вопрос. Почему этот пик больше, чем максимум излучения? Хорошо. Значит, первый вопрос. Почему мы думаем, что это наша галактика? Более того, что это очень близко, и что-то на расстоянии там порядка 100 парсек от нас, буквально там, 100-200 парсек. Потому что вот это мягкое излучение на полу-кэве, оно минимальным количеством нейтрального водорода поглотится. И поэтому оно не может, если бы оно было на расстоянии килопарсек в диске расположено, оно бы до нас не дошло. Для того, чтобы до нас дошло, просто потому что диск заполнен газом. Для того, чтобы оно до нас дошло, оно должно находиться очень близко, 100 парсек. Первое. Значит, ну, на основании этого делается вывод, просто это должно быть, вот это должна быть какая-то очень близкая компонента. А, в принципе, вы правы в том смысле, что никаких других доказательств того, что это две разные компоненты нет. В принципе, если подумать, можно там десяток фактов набрать, которые этому противоречат, но могло бы все это приходить вот из нашего локального пузыря, в принципе. Ну, это не так, то есть можно много возражений этому написать. Но вот то, что вот эта вот мягкая компонента, она не приходит издалека, это просто из соображения, что иначе она бы не дошла. Она издалеке тоже есть, просто в дальнейшем частью? Ну, наверное, да. То есть такой это газ с температурой полтора миллиона градусов, он в галактике-то есть, он везде, где сверхновая. Это типичная температура для старых остатков вспышек сверхновых. Нет, нет, это высоко. Это высоко, но, не менее, это вот та часть нашего диска, которая рядом с галактикой. Нет, диск – это вне галактическое поле, то есть как делают? Когда выбирают вне галактические поля, смотрят выше там 10-15 градусов по Б. Ну, то есть там, куда мы смотрели, эта компонента будет менее сильная. Но на самом деле, я давай поправлюсь, вот эта сумма нескольких полей… А, нет, это Чандрадипфилд-Норф, это одно поле. Нет, это тоже вне галактическое поле, это вот значит, вот там вот такая компонента есть, а это, ну, я не скажу точно, какой угол, но он угол очень большой от плоскости. То есть там действительно, там у нас, если говорить о диске, там у нас буквально сотня-другая парсек-то и есть. Да, скорее всего, да, потому что если он был бы вне диска, то там то поглощение, которое даже на этих 200 парсеках в диске есть, оно бы здесь проявилось. Вот, это косвенный аргумент. Почему оно настолько выше, чем это? Здесь есть один момент, я вот так вскользь упомянул. Это не все, что детектор регистрирует, яркие источники отсюда убраны. Если добавить… Вот если посмотреть на наш спектр, то соотношение между ними совсем другое. Мы здесь тоже яркие источники убрали, но у нас наблюдение менее глубокое, поэтому мы меньше убрали. Какие объекты ответственные за галактическое излучение? Ну, это газ, скорее всего, 150 электрон-вольт, это, скорее всего, газ. Ну, мне нравится теория, что это то, что называется local bubble, локальный пузырь. Это просто там когда-то, достаточно давно, не скажу, сколько на самом деле. Ну, это пузырь вообще-то существует. Ну, он существует, да, и что… Ну, это просто там есть теплый газ, вот от него это идет излучение. Просто пузырь надутый сверхновыми. Еще был третий вопрос. Так, Слава Завеновичу, Маски. У меня два вопроса. Вот первый вопрос. Насколько далеко и вообще, насколько его нужно учитывать, осеннее ангеновское излучение внутри нашей Галактики? Нешнее ангеновское излучение внутри нашей Галактики. Да, оно будет давать большое вот такое размазание? Нет, ну, его учитывать можно. Ну, как бы, от Рилеевской рассеяния у нее угол маленький. Нет, ну, а Томсовская? А Томсовская малон? Томсовская. Ну, как, вот в этом поле, я не помню значение «Наш». Сейчас мы его можем вот здесь вот посмотреть, я думаю. Наш 10,20 примерно. Это, ну, поле выбиралось как раз для поглощения маленькое. Наш 10,20 соответствует Томсовской толще. Там примерно 10-6, 10-5. Нет, а какой интеграл? Это один из, там, 100 тысяч фотонов будет только рассеиваться. Нет, здесь важная речь. Это рассеяние будет просто на разный угол. Достаточно, если далекий пролет по полно относительно электроны, тоже рассеяние будет играть вольную, оно будет просто на меньший угол. Нет, но это будет нулевой угол. Ну, да. Нет, это, то есть, рассеяние, вот то, что Томсовское рассеяние называется, оно будет, оно имеет там его сечение 6 на 10, минус 25-й. Здесь NH 10,20-й. То есть, это значит, будет 6 на 10, минус 5-й толща по Томсовскому растению. Это значит, что вот соответствующая доля фотонов будет испытывать рассеяние. Есть Релеевское рассеяние, которое будет, оно как раз у него это сечение больше, но это рассеяние на малый угол, и, ну, у меня числа нету, учитывая, что источник фотонов расположен очень далеко, это будет просто микроскопический угол. Нет, опять же, малый угол, нам как раз малый угол нужен, чтобы, допустим, размазать какой-то далекий источник на угол, там больше одной или другой секунды вполне достаточно не кажется. Нет, а это вам ничего не даст. То есть, вот смотрите, мы, вот если мы, скажем, возьмем, где это у нас было, вот здесь вот, вот мы делали такой эксперимент, что мы возвращали, вот у нас есть просто разрешенные Эйджиены, которые тоже, если этот факт, ну, он фактор есть, естественно, но он маленький, но они, те, которые, вот объекты, которые яркие, они же тоже от рассеяния испытывают. Так? И вот, когда мы их возвращаем, у нас сигнал не появляется. Это значит, что это, это рассеяние, появление этого сигнала привести не может. Если оно не может ярким, яркие сделать, то оно точно так же не сможет и слабые сделать. Ну, это частота, это не ошибка, это просто, это усреднение в таком интервале частот, это не ошибка. Ну, нет, тут пара, пара. Вертикаль, нет, вот, вот смотрите, вот вертикальная, это ошибка, а вот горизонтальная, это просто, это знаете, что здесь же не одна мода, здесь просуммировано, там, десяток мод, вот в этом интервале частот. Ну, да, это не ошибка, но вот диапазоны, вот эти пара большие, а потом, когда показываем уже неразрешенный спектр мощности, там пар вот этих неопределенностей, он намного меньше, но ведь фактически вот это получается из вычета полного спектра мощности, того, что показано было на следующем слайде, то есть спектр мощности объекта. Почему здесь ошибки оказываются меньше? Почему ошибки здесь меньше, чем здесь? А потому что, как вы правильно сказали, что это вычитание из полного спектра мощности, вот это есть результат вычитания из полного спектра мощности, спектра мощности с убранными объектами. Разрешенных объектов? Да, да. Ну, у разрешенных объектов есть достаточно большая ошибка определения, если мы соответствующую вкладку читаем, то эта ошибка должна перейти сюда. Нет, 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 нет. Нет, вот это, нет, сюда ошибка никакая не переходит. Вот этот спектр мощности получен следующим образом. Мы берем и включаем разрешенные объекты и считаем спектр мощности. Но они же отойдены с ошибкой, распределение для разрешенных объектов. Нет, с какой ошибкой нет? Мы как мы знаем, где они расположены? С вами был с ошибками. Так нет, это не так. То есть, поставите. У нас есть вот изображение, мы знаем, где расположены разрешенные объекты. Вот мы их просто берем, там ошибки никакой нет. Мы знаем, что они здесь расположены, мы их с большим запасом исключаем. Мы берем и их исключаем из нашего изображения. Поэтому они никакой вклад вот в эту ошибку не вносят. А здесь, ну здесь просто меньше сигнал, поменьше площади, это по счету, но здесь больше ошибка, да? Нет, это, ну оно эффективно, оно по-другому. Оно эффективно, это построен спектром мощности вот по тем кружкам, в которых были объекты разрешенными. То есть, это по счету все-таки 30 градусов, то же самое поле, да? Это то же самое поле, но сейчас давайте я вам покажу. Вот тот, который с маленькими ошибками, посчитан вот потому, что здесь белым изображено. А тот, который с большими ошибками, посчитан там, ну буквально по двум-трем, там всего 43 объекта на 128 полей. Ну то есть, я думаю, что вот это, наверное, скопление галактик, вот это все активные ядры галактик, да? То есть, тот посчитан вот по 43 областям вот, ну вот, примерно такого размера. А вот с маленькими ошибками по 128 полям вот такого размера. Ну я правильно понял, что вот эти вот черные поля с большими, ну, с большими, для разрешенных объектов они дают примерно 50% вклада? Потока, да. Ну тогда они все-таки остаются... Нет, ну из них-то, из них-то 50... Нет, 50% дают в основном-то это ЭДН, которые мы в тот спектр мощности не включаем. А, то есть это все-таки... Ну, если вы посмотрите, вот у меня есть таблица для неразрешенных, ну вот они вот в два раза отличаются. Вот это вклад ЭДНов, а это вклад в скопление галактик. Но это вклад неразрешенных, это мы их никак не убираем. Если вы возьмете те, которые разрешенные, то там эта вот разница будет еще сильнее. То есть у вас там будет... Там, там, выше вот этого порога вот эти источники вносят, ну, микроскопический вклад. То есть процент может быть. У меня есть вопрос, Маркович. Скажите картинку, где вот симуляция по-моему, масштабной структуры Вселенной и ваша вот это дальше чуть-чуть. Ну, это раньше, наверное, да? Вот это? Ну, нет, на самом деле с вашим результатом я хотел... А, там, прошу. Вы в конце сказали, что вы предполагаете, что то, что вы обнаружили, может иметь отношение вот к этим филаментам, к фруктуации. А вот эти масштабы, это же масштабы больше, чем скопление головы. Да, ну, на самом деле, это чисто иллюстративный рисунок. На самом деле, вот это уже 30 мегапарсек. То есть мы-то, на самом деле, ну, примерно... Ну, во-первых, это для красного смещения единичка. То есть этот рисунок иллюстративный. Не нужно его принимать буквально, да? А вот вопрос был такой. Эти филаменты, они все равно находятся уже за скоплением головы? Они находятся за то, что называется вериальный радиус. То есть есть вот... Есть область, где произошла вериализация, где, ну, все вериализовано, там, теорема вериала применима, и газ, он... И газ прерлаксировал. То есть газ, он описывается вот такой гладкой... Ну, опять-таки, не точно описывается, как мы сейчас знаем. Но, в принципе, он описывается более-менее гладкой бета-моделью. Вот. А вот то, что мы, видимо, меряем здесь, и то, с чем мы собираемся разобраться, находится вне этого радиуса. То, к чему вот этот спектр мощности становится чувствительным. Ну, когда эти применения речь идет, на самом деле, о горячем газе. Да, да. То есть там уже горячий газ. Ну, в филаментах есть газ, опять, там, ну, миллион, если миллион, то мы его не должны видеть. Если это там... Ударными волнами. То есть он втекает, это границы, там стоит ударная волна, там, где он втекает, там, где газ втекает в скоплении галактик. Да, то есть это, на самом деле же, как коллапсирует Галла, там тоже возникают ударные волны, ну, в самом начале. Но потом она все равно там... Это, на самом деле, это вопрос спорный, есть это ударная волна или нет. Ну, то есть там нету теоретического ответа на него, и тем более нет экспериментального. Ее ищут. Но где-то вот за вериальным радиусом возможно стоит ударная волна. Потому что туда газ по филаментам течет, течет со сверхзвуковой скоростью и там возникает вот ударный волна. И масштабы это вот примерно 10 мегапарсет? Ну, да, то есть, опять-таки, это вопрос зависит от массы, от вериальной массы группы. Да, это вот расстояние, там, как термос, там, сколько там, была в Дандромеде? Да, в Дандромеде 0,78 мегапарсет, да, примерно? Нет, там, ну, в ближайшем году 10 мегапарсет, то есть это большие объекты? Нет, это очень больший объем, это очень большой размер. А Z вы определили оценивание просто из-за возможности наблюдать? Нет, нет, Z мы просто, мы вот это вот я показывал, ну, здесь немножко неудачно указано медианное красное смещение. Это, ну, это просто, это попытка теоретически посчитать, это мы брали функцию светимости, известную по другим наблюдениям, для скопления галактики активных ядер, и дальше говорили, что если у нас предел по потоку 10 минус 14, ну, используя всякие связи между там, нет, в этом случае мы вообще брали функцию светимости, поэтому это не важно. Мы брали функцию светимости, просто интегрировали, и говорили, что если взять только те объекты, которые у нас дают поток меньше, чем 10 минус 14, какое у них будет распределение, вот всех на разных, на всех разных смещениях расположенных, по красным смещениям или по светимости. А почему рентген? Значит, вы используете рентгенскую астрономию для определения контактной структуры. А почему рентген? Потому что вот газ светится в рентгене, потому что там в других областях спектра вы ничего не видите. Почему рентген? Да, потому что сам вопрос хороший, он вполне имеет, ну, как бы, не всякий студент на него ответит, там, или аспирант даже, точнее говоря. А в других областях спектра такие же? Нет, в этих филаментах нет звезд практически, поэтому в оптике они... Уникально как раз метод нагрузения получился? В этих филаментах нет звезд, поэтому в оптике они не светят. Вот мы скажем, в принципе, галактику, чтобы увидеть, ну, какую-то там, на каком-то расстоянии, ее гораздо проще увидеть в оптике, потому что в любая галактика она имеет звезды. Ну, почти любая. Там есть экзотические галактики, в которых темной материи больше, чем звезд. Да, вот даже в газете РУ про это была статья не так давно там. Да, да. Ну, это аномальные галактики, непонятно, как они образуются. Но, в принципе, там 99.999% галактик, они имеют много звезд. Звезды светят в оптике, дальше их гораздо проще видеть в оптическом диапазоне. А вот здесь, вот в этих филаментах, ну, дальше, то есть там есть тоже узлы в филаментах, там тоже могут галактики или карликовые галактики образовываться. Да, но, в принципе, просто вне галактик звезды, ну, видимо, не образуются. И поэтому вот эти филаменты мы в оптике не видим. Но там есть теплый газ. Дальше газ, конечно, если у газа, то здесь широкий диапазон температуры есть. Если где-то вот вообще далеко посмотреть, газ будет с температурой, там, скажем, миллион градусов Кельвина. Такой газ уже он светит в ультрафиолете. С ультрафиолетом проблема в том, что он поглощается, ну, просто моментально. Он через атмосферу, ну, даже не то, что через атмосферу, но просто не через что не проходит. Он через галактику нашу не пройдет, вот, если короче, чем пару к ионизаций водорода. Вот, а рентген проходит. То есть если он, конечно, опять-таки, там, миллион градусов рентген мы не увидим, но если там 5-6 миллионов градусов, мы уже рентген вполне можем увидеть. Ну, в каких-то местах. В галактике есть такие места, где газа много, а есть окна такие, вот они, а вот эти вот поля, они так и выбираются, чтобы смотреть на галактику. Просто поглощение в распределении водорода неоднородно, выбирают те места, где поменьше газа. Вот. И здесь, и дальше, и поэтому мы это можем увидеть. И поэтому рентген. А в равнине стране шансов нет, если там водород? Если и вещество водород, то копия получения убирает? Или их чувствительности ради наблюдения? Да нет, чувствительности хватает. На самом деле, ну, тоже, тоже ищет этот газ. Получение или сиспекте звучит, наоборот? Это на самом деле тоже делают, но опять-таки в рентгене. Потому что этот газ, ну, там, он имеет солнечное обилие, это значит, что там есть кислород, например, да? А у кислорода есть, ну, совершенно шикарные линии поглощения, и ребра, ну, как это, как края поглощения. И, ну, и кремний там, и так далее, там, дальше, на более высоких энергий. И на самом деле этот газ, его, вот, называется ВИМ, W-H-I-M, Warm, Hot, Intergalactic, Medium. Его давно пытаются найти, и безуспешно. Были даже статьи, где вроде бы нашли, но потом они как-то до конца не подтверждались. Один из способов, это берут яркий квазар и ищут в его спектре линии поглощения от вот того газа, который попался на луче зрения, причем он будет на разных красных смещениях и будет, в принципе, набор линий поглощения на разных-разных смещениях. Но дело тонкое, толщи маленькие, чувствительности не хватает, это на пределе чувствительности. И, в общем, стопроцентного детектирования, ну, не было. То есть были детектирования, сообщения о детектировании, но всегда возникали некоторые вопросы. Вот, а еще то, что рентген, потому что, например, чтобы понять, что у вас скопление галактик, особенно, если оно, конечно, большое, массивное, богатое скопление галактик, вы просто по галактикам видите, что у вас в каком-то ограниченной области, у вас много галактик. Дальше можете дисперсии скоростей померить и понять, что это скопление галактик. Но это достаточно трудоемко. В рентгене вы скопление галактик, ну, не бесплатно, но почти бесплатно получаете. Если у вас хороший телескоп, вы видите, у вас есть рентгеновский источник протяженный. Вам единственное, нужно убедиться, что это не какая-нибудь, там, ну, условно, остаток вспышки сверху в нашей галактике, что, в принципе, делается достаточно просто. И все, если вы это увидели, это значит, что это скопление галактик. Точно так же активные ядра галактик в рентгене очень легко искать, потому что это просто яркие, это источники, там, со светимостью 1044-й архсекунду. То есть, многие вещи гораздо легче искать в рентгене, что не умаляет достоинств и, как бы, пользы от всех других областей астрономии, там, ультрафиолетовая, ну, оптическая, инфракрасная и так далее. Да нет, почему? Всегда-всегда приятно, когда есть вопросы. Это значит, что, по крайней мере, ну, было хоть там что-то было понятно. А вот для студентов это для меня можно? Да, конечно, можно. Рентген это жесткое звучание. Да. Чадр маленький. Как там фокусированный случай? А, это называется оптика косового падения. Используется эффект полного внутреннего отражения. Вы знаете, я, может быть, сейчас... У меня здесь нету. Про эрозит у меня там пару слайдов было. Нету, да? То есть, летел этот ген через всю Вселенную, а потом красывал здесь, поймали? Нет, ну, вот, смотрите, вот это вот телескоп эрозита. Здесь плохо видно, но вот если присмотреться, там 7 модулей, 7 телескопов. Каждый телескоп — это вложенные зеркала под очень маленьким углом. То есть, не помню число для эрозита, но это буквально градус, скажем, да. И используется эффект, и они со специальным покрытием, чтобы угол, под которым полное внутреннее отражение происходит, был максимально больше. Ну, чтобы он до максимальных энергий от эффектов тянулся. А дальше и делается система параболоид-гиперболоид, скажем, или конус-конус. Это еще проще, но хуже получается телескоп. И у вас на двух рассеяниях вы фокусируетесь. Просто было показано в свое время, что вот такая система будет фокусировать и будет иметь вполне приличную функцию отклика. Дальше проблема, конечно, такая. Если вы возьмете одно зеркало, у него из-за того, что угол маленький, у вас вот сечение будет микроскопическое. Ну, очень маленькое, да. Чувствительность маленькая. То есть, у вас эффективная площадь будет маленькая. Поэтому вот в эрозите, если я совруюльфан поправят, там по 50 зеркал, по-моему, в каждом модуле. Ну, вы знаете, если вы просто... Я просто... Я поищу, у меня много картинок на лаптопе, просто с фотографией, когда просто видно. Да, нет, ну вот это построено, и все это уже... Да, нет, ну это уже все, он просто построен. Он в октябре будет отправлен в Россию для интеграции со спутником. Это вот тот, на чем мы планируем сотрудничать. Все делать. С 17-го года начинаем. Да, да. Будет обучен в сентябре, 17-го года. Вот он на самом деле здесь изображен. Да, эрозита. Один для низ, для... Это эрозита для вот этих энергий, а это ArtXC для чуть более жестких энергий. А внизу там дальше ставятся CCD рентгеновские, и все меряет, все регистрируется. По СРГ мысли не рассказывали времени. Я думаю, что нет, но у меня есть... Давайте я уж просто напомню, что вот есть такая обсерватория спектр рентген-гамма, и что запуск в 17-м году, и как бы пока он в 17-м году остается. Хотя там некоторые задержки произошли, просто поставка эрозита. Но сейчас она запланирована на конец октября, его отправят из Германии в Россию. Этот телескоп делается в России, ну, там зеркала американские, но как бы структура, детекторы российские. И он уже здесь, он тоже должен быть там, как тебе говорю, быть на заводе для интеграции со спутником. Завод утверждает, что, значит, как только это будет, они тут же все сделают. И будет он отправлен во внешнюю точку Лагранжа, это, значит, полтора миллиона километров от Земли, и будет по большой такой орбите ходить. Достоинство такое, что у вас... Можете сделать так, чтобы вы Солнце всегда видели, и сделать так, чтобы на Землю тоже вы всегда смотрели для связи. И он будет сканироваться вокруг оси, которая смотрит примерно между Солнцем и Землей, так, чтобы солнечные батареи все время были на Солнце, а телескопы, вот здесь вот видно, телескопы смотрят сюда. И вот он будет вот так вот вращаться, сканируя все небо. А число объектов ориентировочных, которые будут зафиксированы, нам посчитано из существующих миссий и из договоренностей ответа? Ну, это да, то есть вот, значит, основное, что главное, что будет сделано, это обзор всего неба с чувствительностью в 30 раз выше, чем было достигнуто ранее. Предыдущий обзор всего неба в рентгеновском диапазоне был в 88-м году спутником РОСАД, и вот сейчас будет чувствительность в 30 раз выше. Это будет 4 года, 8 раз все небо будет осмотрено. И, ну, это число считается просто, мы просто знаем, у нас есть кривая подсчетов, до гораздо меньших потоков, чем чувствительность мы достигли. Вот, и мы знаем, что примерно 3 миллиона активных галактических ядер на всем небе будет найдено, 100 тысяч скоплений галактик, там, миллион звезд, ну и так далее. Я могу просто про СРГ отдельный доклад как-нибудь в другой раз сделать. И там задач много, но будет просто колоссальная астрономическая информация, которая вот, там есть такие ключевые задачи, это по космологии связанные с определением параметров Вселенной, там, природы темной энергии, по функциям сместимости скопления галактик, и там, задачи по активным ядрам галактик. Но плюс это будет огромное количество разных типов объектов, то есть можно их изучать индивидуально, группами и так далее. Это одна из причин, почему мы в Казахском институте организовали лабораторию геновской астрономии с участием Мараха Юрии. Он, когда СРГ будет запущен, к работе будет, ну, к ней нам готовится. Да, ну, и, то есть это национальная обсерватория, то есть доступ открыт, ну, по определенным правилам, естественно, для любых научных и образовательных учреждений. У вас была картинка, по-моему, стиле сколько-то? Да, да, конечно. С основанием, когда мы все начали? Ну, и да, и основным, и одним из важных вопросов, то есть, ну, первый важный вопрос, чтобы все запустилось и заработало, а вот после того, как это произойдет, оптическая поддержка, потому что, ну, для объектов нужно определять их природу, находить красное смещение, и вот здесь вот у нас колоссальный опыт, положительный опыт работы с РТТ-150, с телескопом, в котором кафедра астрономии имеет 60% времени, да? Ну, 35% времени, да? Ну, в общем, больше третье времени по разным задачам, вот связанным с интегралом, по идентификации объектов, и просто мы, ну, мы знаем друг друга, и мы знаем, что можно друг другу доверять, и что, и что телескоп работает, и как бы все делается, то есть то, что нужно, делается. Поэтому мы думаем, ну, мы знаем, что у нас по СРГ будет РТТ задействован по полной программе. А у нас последний вопрос, а это решает. Смотреть, что такое вопрос, про космический фонд позволяет как-нибудь сделать, ну, нормально, получить по тёмной энергии, что-то, 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 космический фонд? Да, возможно, но уже тёмная материя-то понятна, там, тёмная энергия, как она проявляется? Ну, прямых, прямой связи я не вижу. Дальше, то есть, ну, вы знаете, вот мы видим спектр, который, ну, здесь есть ещё вопросы, которые, ну, вещи, которые мне непонятны, которые я здесь не произносил. Вот, знаете, всё может быть. Ну, вот есть эти вопросы, на которые мы сейчас пытаемся ответить, мы строим модели, мы строим, пытаемся понять. Ну, вот один из вопросов, почему вот этот спектр отличается вот от этого спектра? То есть я, конечно, сказал, что, когда мы возвращаем скопление галактик назад, у нас сигнал растёт. Ну, поэтому это, видимо, скопление галактик. Но он растёт, но он имеет другую форму. Этого мы не понимаем, он должен иметь похожую форму, и над этим работаем. Возможно, я даже где-то написал. Возможно, там есть две компоненты. Есть компоненты, связанные со скоплениями, и ещё какая-то, которую мы не понимаем природу. Ну, вот здесь вот я написал. Или дополнительный сигнал присутствия в данных. В радостной ноте, да, это значит, что есть чем заниматься, и скучно не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok